Сегодня состоялась очередная 80-я сессия Совета города-курорта. Заседание провел председатель местного парламента Леонид Кочетов. В работе принял участие глава Анапы Юрий Поляков. Депутаты рассмотрели 28 вопросов повестки дня, а наиболее важных из них в нашем сюжете. Первые вопросы повестки дня – назначение новых руководителей городских управлений. Управление торговли и потребительского рынка теперь возглавит Владимир Саянко. Юрист по образованию, он уже более 8 лет на муниципальной службе. Андрей Шевченко теперь будет отвечать за сельское хозяйство. Закончил Кубанский сельхозинститут. По специальности отработал более 20 лет. Муниципальным контролем будет руководить Наталья Батаршинова. Высшее образование она получила в техническом университете по специальности инженер городского кадастра. Все они хорошо знакомы депутатам по совместной работе, так что вопросов у народных избранников не возникло. Кто против? Нет. Кто воздержался? За этим и вас. В муниципалитете появился новый адрес. В селе Юровка решением топонимической комиссии дороги восточнее улицы Полевой присвоено наименование «Тупик промышленный». В Анапе будет увековечено имя Марины Михайловны Шапира, почетный гражданин города-курорта Анапа, заслуженный работник культуры РСФСР и Кубани, герой труда Кубани. Она с 1962 года практически 20 лет возглавляла управление культуры Краснодарского края исполкома. Остановить мемориальную доску на фасаде здания муниципального бюджетного учреждения культуры, Центр культуры Родины, муниципального образования в городе Курантанапа. Хорошие новости для анапских многодетных семей. Перечень земельных участков, которые они смогут получить, пополнился. Сформировалось, зарегистрировало право на 16 земельных участков в Кутаре Розы и Люксембург, и 5 земельных участков в поселке Удашин. Депутаты также утвердили положение об администрациях всех 10 сельских округов, входящих в состав города-курорта. Помимо этого, были внесены изменения в ряд муниципальных программ. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион.